Так, послание Федеральному собранию второй раз не слушал Кадыров. Ваши версии. Почему он себе позволяет второй раз пропускать выступление Путина? Было два значимых человека, которых мы там не видели. Первый Кадыров. Я не спрашиваю, потому что уже знаю, что вы о нем вспомните. Кадыров, говорят, что здоровье. Говорят, что здоровье. И смысл такой, что со здоровьем так плохо, что если бы он туда приехал, то всем бы стало понятно, что у него плохо со здоровьем. А это еще хуже, чем туда не приехать. То, что туда не приехать плохо, это естественно, потому что в противовес тому, что было сказано и Валерию Дмитриевичу Соловьем, и даже моим партнерам по итогам недели генералом СВР, я считаю, что не появление какого-то лица в этом зале это карьерный, это катастрофа абсолютная. Потому что когда все сидят в одном зале, то если ты уж встроен в этот режим, тебе надо быть там, где все. А если тебя нету, то это все заметили, что тебя нету. А это значит, либо ты действительно очень серьезно болен, потому что не можешь туда приехать, либо тебя уже сливают, и тогда уж лучше быть больным, чем слитым. У Патринцева, конечно, защитники Валерия Дмитриевича Соловьем стали говорить, ну, у него там очень важный командировка. Важнее, чем программная речь главного лица на шесть предстоящих лес перед теми, кто считает себя абсолютно элитой в этом государстве. Не может быть. Это вот, знаете, это как, ну, я не знаю, там, 25-й съезд ЦК КПСС, 25-й съезд КПСС, и, значит, все, полетбюро весь ЦК там, а один секретарь ЦК вдруг скажет, а мне неинтересно, я поеду в какую-то там Никарагуа. Да, ну, и на него посмотрят, ну, какой-то идиот, потому что на съезде вообще-то все решается, а ты в какую-то Никарагуа можешь поехать или до, или после. Вот, и тем более, что, значит, Соловей и Геремида Леонидовна написали, что якобы Патрушев, правитель Верховной, значит, Российской Федерации, который все решает, ему было скучно слушать, значит, этого самого Путина, вот, а я поинтересовался, а кого тогда он поехал слушать, и он поехал слушать 92-летнего Рауля Кастро на Кубу. Это, конечно, безусловно, интереснее, чем Путина, потому что это яркий абсолютный человек, который вот прям вот он в будущее смотрит это, но Илон Маск у него вытирает ноги, значит, грязной тряпочкой, да, а потом еще, значит, он там общался с Даниэлем Артегой, это вообще великий абсолютно карбонарий, 78-летний, который нес там абсолютно какой-то туф-туф про каких-то нацистов, с которыми россияне воюют. И вот этот аргумент настолько, настолько просто детский лепет, что Патрушев поехал слушать Рауля Кастро и, значит, этого самого Артегу, это было важнее, чем слушать программную речь Путина.